Приветствую вас. Я думаю, что во многом та ситуация, точнее те моменты, которые вы описываете, являются предметом, знаете, такого, ну я бы сказал, доверия между вами и вашим мужчиной. Потому что ситуации, в принципе, бывают разными. И отношения между людьми складываться могут тоже весьма причудливым образом. Мне думается, что не столь важно, как именно складываются отношения между людьми, сколько важно, насколько у вас доверительны отношения с молодым человеком, насколько вы слышите друг друга, если слышите, насколько вы понимаете друг друга. Ну, то есть, как вот вы, понимаете ли друг друга. Вот. Так, наверное, было бы правильно сказать. Это, мне кажется, достаточно важный момент. Вот. На который вам имеет смысл обратить свое внимание. Конечно, стоит также обратить внимание на то, как именно вы говорите с человеком про то, что вас волнует, да? Ну, то есть, например, если вас волнует, что они не завершили отношения, вот, то совершенно нормальным мне кажется, если вы об этом скажете, если вы выразите какую-то свою позицию по данному вопросу. Вот. Мне кажется, это абсолютным и совершенно нормальным поведением. Вот. Также, мне кажется, что вы не слишком доверяете сами себе в этой ситуации, вот, и пытаетесь спросить у нас, ну, в частности, потому что ваш молодой человек стал говорить о том, что вы ничего не понимаете, что вы жестокая, жуткая и так далее. Вы знаете, поведение молодого человека я не могу назвать здесь конструктивным. Я не могу его назвать так, к сожалению. Я не могу назвать его поведение корректным и внимательным по отношению к вам. Вот. Вы уж меня простите. Простите, пожалуйста, если вам неприятно. Я могу этот принцип более чем понять. Вот. Что вам может быть неприятно слышать такого про своего молодого человека, тем более. Но, тем не менее, вот, то, что вы говорите, да, то, как вы это говорите, у меня вызывает, ну, вот именно, что вам такие чувства. То есть, мужчины вас не слышат, по сути. И мне хочется спросить вас, как вы, как вы выстраиваете отношения, что человек вас не слышит, что у него нет резона вас слышит, вот. Вероятно, что тут важен победение, что дает ему основание думать, что вы будете терпеть, что вы будете мириться. Ну, вот, что вы, не знаю, никуда не денетесь, вот, к примеру, и погнал. То есть, я, опять же, я повторюсь, на всякий случай, повторюсь, что, ах, я не знаю. Я не знаю, как это я делаю на самом деле. Ну, между вами, я имею в виду, я не знаю. Может быть, я не прав сейчас, вот. Говоря вот это, может быть, я не прав. Ну, выглядит это все таким бы то образом, что, ну, мужчина, понимаете, пытается, вау, манипулировать, да? Человек пытается вау манипулировать. Вот, чтобы, ну, вот, продвинуть свою позицию. Вот, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы не прислушиваться к вам, да? Чтобы не, ну, не давать вам проявлять себя, не давать вам проявлять свою позицию. Ну, вот. Я, я не знаю, я могу бы забрать, повторюсь, как бы, легко, достаточно допускаю и легко согласен с вами, но, вот, если в отношениях, в отношениях человек, вот, как-то требует, чтобы принимали его, но не принимают позицию, позицию другого, вот, это всегда немного, ну, немного, знаете как, немного странно, вот, всегда это немного вызывает вопросов на той, и, знаете ли, не немного. Вот. Есть у меня и к вам вопрос. Вот какого плана. Почему так получается, а так выходит, что вы себе не доверяете? Как вот так, вот, ну, как так получается, что вы себе не доверяете? Почему вы не можете, условно говоря, ну, опереться, что ли? На себя, да, вот, ну, на свою, на свои представления о том, как, вот, нормально, например, как нормально, как ненормально, вот, как адекватно, как неадекватно. То есть, вот, а вы же спрашиваете совета у нас, получается, вот, но вам, мне кажется, нужно ответить себе на вопрос, нормально ли это для меня, в первую очередь. Понимаете, 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 какая штука, вот, и дальше уже смотреть, вот, дальше уже смотреть и разбираться. Вот. Я думаю, такой момент, здесь нужно отметить этот вопрос в контексте вашего вопроса. То, что вещи являются предлогом для встреч, я, честно говоря, не думаю, потому что, ну, не нужны, как бы, особо предлоги людям, если они, извините, как бы, встречаются, потом расстаются. Ну, зачем? Другой вопрос, что удобно. Вот. Такая, такая позиция удобна, вот. Такая, ну, такая организация удобна, вот. Это правда, так удобна. И, как бы, мужчина действительно может, ну, не хотеть что-то менять, да, вот. Не хотеть, действительно может, не хотеть, как-то завершать это взаимодействие с своей бывшей, потому что ему может быть комфортно. Вот. Это правда. И ваши подозрения могут быть вполне себе оправданными относительно того, что у них там что-то ещё не завершилось. Вот. Я только пропасу, что предлог не нужен. И здесь очень важно, мне кажется, доверять в себе, вот. Мне кажется, очень важно, чтобы вы, именно, вот, как-то, знаете, старались слушать себя. То есть, чтобы вы не продвигали такую позицию, что вы не уверены, что вы сомневаетесь, вот. Что, что, там, ну, не знаю, что вы можете ошибиться, или что вы не знаете до конца, правы вы или нет в этой ситуации. Вот. Важно замечать те изменения, которые вы чувствуете в себе, например, вот, и говорить о них, собственно, человеку. Вот. Даже если, там, не знаю, ему это не нравится, например. Вот. То есть, так вы продвигаете свои интересы, вот. А, в противном случае, просто, ну, кто будет, вот, продвигать интересы ваши, да, да, ну, в смысле, вот, кто? Вот, кто будет продвигать ваши интересы? То есть, тут, вот, мне кажется, такая история. Но, повторюсь, самое главное, это истинность, и самое главное, то, что мужчина вас не слышит, не слышит, пробегает к манипуляциям и пытается выставить вас, значит, какой-то не такой. Да, ну, больше всего, наверное, наверное, ну, вызывает вопросы, вот, потому что человек, человек, который настроен искренне, он, ну, как правило, так себя, мне кажется, вести не будет, вот. Тем более, что, что вы встречаетесь полгода, да, соответственно, не так долго, не так много, вот. Чтобы, ну, к вам, как-то, вот, привыкнуть и уже относиться, как к чему-то самому собой, разумеющимся. Ну, вот. Следующий момент. Одиннадцать лет. То, что они, ну, то, что они одиннадцать лет встречались, конечно, определенный отпечаток нагладывает. Вот, и, наверное, не может не накладывать определенный отпечаток, потому что это много. Одиннадцать лет срок большой, это правда. Поэтому я бы сказал, что, естественно, мужчине тяжело, может быть, взять и просто отказаться от человека. Вот так. Поэтому в этой ситуации, опять же, вам, мне кажется, как можно более искренне, искренне имеет смысл поговорить, вот. Как можно более искренне выяснить свою позицию здесь. Ну, вот, по данному вопросу и предложить мужчине помощь. Вот. То есть, ну, иными словами, предложить ему помочь, вот, с решением этой проблемы, если он, вот, хочет, да, если он тяготится. Вот. Вот. Потому что вам, например, некомфортно. И вы, условно говоря, ну, 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 мириться, да, вы с этим не готовы, не хотите и не будете. Вот. Вот. Что, в принципе, вполне логично. То есть, ну, как, вот, как мне кажется, логично. Поэтому, думаю, что хорошим вариантом было бы, значит, сначала донести до человека, вот, ваши чувства, да, ваши, ну, ваши чувства, да. Ну, переживания. Это первое. Это первое. Донести до человека. Второе. Уже, собственно, предложить какие-то решения, ну, то есть, какое-то решение предложить о проблемах, да, вот, чтобы свои интересы защитить, защититься адекватно, и чтобы мужчина видел, что к нему прислушиваются просто так, вот, его никто не бросает, там, не кидает, и так далее. Вот. Вот. Это тоже очень важно. Человеку важно чувствовать, что он, ну, что его, его слышат. Вот. Вот. Но делать это не в ущерб, как бы, себе, ни в коем случае не в ущерб себе это делать. Вот. Делать это исключительно обоюдно. Вот. Вот. А при этом, как-то вот, понимаете, что есть элемент сопротивления. Вот. Я бы не рекомендовал уходить в какую-то манипуляцию, да, говорить, или она, или я, вот это вот я не рекомендовал бы делать. Вот это, ну, как правило, вызывает только лишь негатив, как правило, вызывает только лишь сопротивление и, в принципе, к чему-то хорошему очень редко приводит. Вот. Поэтому решать, безусловно, вам, ну, на что бы я обратил внимание сейчас, это именно на то, что вот вы себе не доверяете. Вот на это я бы обратил внимание. Ну, ваше внимание я бы обратил на это, что вы вот себе не доверяете. Что вам как-то вот проще, да, удобнее спросить, нормально это или ненормально, вот, чем, допустим, прислушиваться к себе и взять ответственность на себя, вот, ну, в этой ситуации. То есть, опалкиваться именно от того, что вам важно вне зависимости от того, как это может восприниматься, ну, восприниматься другими. Вот какой-то такой ответ. То есть, я бы, вот, с доверием к себе, с вами я бы поработал. Вот, и с, ээээ, с раманным отношением, ну, кормилизацией отношением. Вот. А так, в целом, в целом, ваше предоставление направлено. То есть, вот, наиболее интересно мне, вот, вы когда спрашиваете, скажите, пожалуйста, это нормально, вы какой, вот, ну, какой, какой семантикой наделяете R2? Вы хотите, с чего, вот в этом вопросе? Вы считаете, что это ненормально и хотите приобрести сторонников в нашем лице, чтобы потом сказать человеку, ну, знаете как, с чистой вот совестью, да, сказать ему, что мне психологи даже сказали, что это ненормально. Если так, если такой был план, сначала, я боюсь, что это путь в путь, путь в никуда. Совершенно, вот, потому что игра в войну, это именно что, игра в войну тоже ни к чему хорошему не приводит от слова совсем. Поэтому я думаю, что, хоть ваша идея, ну, идея поиска сторонников мне понятна, но как бы это не было бы связано с тем, что вы в себе не уверены. И боитесь, может быть, что вас, ну, бросит, например, вот, боитесь, ну, боитесь, например, остаться одна, вот. И это, на мой взгляд, важная история, на которую вам имеет смысл обратить свое внимание. Вот, пока это, пожалуй, все, что я могу вам сказать, да, то есть у вас по состоянию такая вот тревожность, тревожность, и, соответственно, ну, соответственно, именно с ней, именно с тревожностью, в первую очередь я бы рекомендовал бы работать, вот. А дальше уже, я думаю, вы разберутся, имеет смысл привлечь вашего мужчину для психотерапии, вот, имеет смысл. Это сделать, потому что, так или иначе, человек в этом участвует, и, так или иначе, вы, например, ну, можете его обсуждать. Да? Поскольку я думаю, что обсуждать третьих лиц, вне их присутствия, не самая лучшая идея, вот, то, если вы сомневаетесь в своей способности, ну, вот, говорить только про себя, вот, если вы не уверены в этой способности говорить только про себя, то лучше, лучше будет, если и мужчина тоже присоединиться к вам на консультацию, вот, так, в принципе, это будет гораздо более продуктивно и гораздо более качественно в плане работы, вот. А в контексте, например, доверие может получиться так, что вы друг друга просто лучше услышите. услышите друг друга, друг друга сможете лучше понять, потому что, ну, психолог сможет направить вас в такое русло, в которое вы сами могли бы не прийти. Вот. При этом всё. Я надеюсь, что дал вам тысячи задания. Надеюсь, ситуация будет разрешена. Вот. Надеюсь, что вы дадите обратную связь мне на мой ответ. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Это позволит вам продвигаться и двигаться дальше. Вот. Я с твоей стороны буду рядом оказать вам помощь, буду рад с вами поработать, если у вас возникнет такое желание, ну, не откладывать в долгий ящик, потому что ситуация будет нагаляться, вот, особенно если, ну, мужчина такой вот достаточно настаивающий, как бы, как бы на вот своём, да, вот. И обязательно обговорить этот момент, что он называет вас, там, неправильно и так далее, вот. Обязательно мне кажется, этот момент нужно обговорить вам, вот. Потому что, если этого не сделать, вот, то будут проблемы. Вот. И вплоть до расставания. Я, конечно, не знаю, может быть, может быть, вы уже не против расставаться, но... Поскольку вы ничего не говорили об этом, и поскольку вы сказали, что человек проводит с вами время, вот, то... что отношения вы хотите все-таки сохранить. Вот. Ну, и коли так, что затягивать с решением этой проблемы не нужно. Вот. Это как и закрывать глаза. На неё тоже не нужно, потому что она не исчезнет от того, что вы, там, будете на неё закрывать глаза. Вот. Она никуда не денется. От первого, по крайней мере. Вот. Ну, как-то так. Какой-то такой ответ. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Спасибо.